Продолжаем с 25 по 27 марта в Хабаровске пройдет социальная кампания Ради здоровья проверь щитовидную железу Ее проводит Министерство здравоохранения края, Союз деловых женщин и компания Philips В рамках этой акции женщины смогут бесплатно пройти обследование щитовидной железы И получить советы эндокринолога по профилактике заболеваний Обследование можно пройти на третьем этаже торгового центра Броскомол Пространстве коммуна с 10 до 18 часов Статистика Всемирной организации здравоохранения свидетельствует о том Что среди эндокринных патологий заболевание щитовидной железы Занимает второе место после сахарного диабета Более 665 миллионов человек в мире имеют эндемический зоб Или страдают другими заболеваниями щитовидной железы При этом ежегодно эта цифра увеличивается на 5% Отчасти такой рост может быть вызван отсутствием информированности у населения о подобных состояниях Поэтому цель этой кампании напомнить о значимости ранней диагностики И профилактике нарушений жизненно важных функций организма И пробудить более внимательно относиться к своему здоровью Более подробно на эту тему поговорим уже вместе с гостей У нас в студии Ольга Ушакова Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии профилактической медицины Института повышения квалификации специалистов здравоохранения Главный эндокринолог Министерства здравоохранения Хабаровского края Доброе утро, Ольга Вячеславовна Доброе утро Вообще, насколько функции щитовидной железы влияют на наше самочувствие На наше состояние, на наше здоровье? Катерина, на самом деле, если говорить так То у нас гипоталамогипофизарная система То есть структуры головного мозга Это генералиссимус Ну я все понял сразу Да, генералиссимус Структура головного мозга Это генералиссимус всей системы эндокрина А щитовидная железа Это, наверное, главный дирижер в нашем организме Потому что регулирует все обмены веществ А работу органов и систем нашего организма Потому что это действительно очень важная функция Она выполняет Поэтому от того, как она работает Мы утром с вами встаем уставшими Или наоборот бодренькими В течение дня мы себя чувствуем разбитыми на то Что мы можем даже 7-8 часов Выполняя все рекомендации здорового образа жизни Чувствовать себя уставшими, вялыми, слабыми и так далее То есть очень большая симптоматика такая Это говорит о том, что есть, наверное, проблемы Все-таки в первую очередь щитовидной железы И, наверное, еще такую роль можно подчеркнуть Тем, что когда даже проходит диспансеризация Профилактические осмотры И пациент предъявляет вот такие вот жалобы В первую очередь терапевт Направляет сразу к эндокринологу Чтобы определить обследование функции щитовидной железы Насколько я понимаю, для Дальнего Востока Это вопрос наиболее характерен, да, в нашей стране? Ну, это вообще вопрос характерен для всей Российской Федерации Потому что в той или иной мере Каждый регион находится в йоддефицитном состоянии Потому что для нормальной функции работы щитовидной железы Очень нужен йод Ну, это вот как удобрение для растений Так и для щитовидной железы нужен йод И, к сожалению, мы вот уже в течение Несколько лет совместно с эндокринологическим центром В Москве, который расположен Обсуждаем законопроект Вот как-то пока не сдвигается он никак с места По йодированной соли То есть об обязательном применении в пище йодированной соли Потому что это действительно может решить вот этот вопрос И тогда многие проблемы щитовидной железы действительно снимутся То есть того, что вы описали Выходит, что с самого раннего возраста Нас должны приучать следить за состоянием нашей щитовидной железы Хотя многие пренебрегают почему-то Абсолютно правильно об этом говорите Мы даже, более того, каждая беременная женщина Даже до планирования беременности Мы рекомендуем принимать увеличенную дозу препаратов йода Весь период беременности Весь период, пока она кормит грудью своего ребенка Для того, чтобы ребенок уже начинал получать необходимую дозу йода Чтобы у него в том числе и его интеллектуальные способности Очень хорошо развивались То есть вот такая вот ее функция большая Даже интеллектуальные способности Вы уже сказали, что усталость, слабость, плохое самочувствие Что вот в частности все-таки Какие конкретные проявления должны насторожить И отправить нас к эндокринологу незамедлительно? Женщины, они, конечно, в первую очередь сразу обращают на свою внешность И на выпадение волос Либо чрезмерное похудение Либо, наоборот, полнота, которая вообще не поддается Ни каким воздействиям, ни физической нагрузки, ни диетам, как правило Вот, либо это может быть... Понимаете, вот функция щитовидной железы, она либо пониженная, либо повышенная Чаще всего бывает она пониженная И вот пониженная функция, она как раз характеризуется вот такой вот слабостью Которую, как я уже сказала, даже если он 7-8 часов поспал, ты все равно утром стал разбитый В течение дня у тебя то депрессия, то какая-то раздражительность, зябкость Со стороны органов, внутренних органов Чаще всего это нарушения ритма бывают Задействованы желудочно-кишечный тракт у кого-то, это гиперперистальтика у кого-то, а наоборот склонность к запорам Ну, то есть вот такая вот симптоматика, которая настораживает Но вот больше, будем говорить, людей 45 и старше, когда идут нарушения ритма Конечно, в первую очередь обращают внимание на функцию щитовидной железы Теперь давайте перейдем к самой акции, которая будет проходить, напомню нашим зрителям 25, 26, 27 марта с 10 до 18 на третьем этаже Броскомол Там есть такое пространство, называется Комуна Там можно пройти бесплатно все Но есть ли какие-то ограничения? Ограничений как таковых нет Это любой может прийти к 10 часам записаться, получить талончик К сожалению, это так, потому что сама процедура, она складывается из проведения ультразвукового исследования И потом консультации врача То есть эта консультация, это не индивидуальная такая консультация с назначением лечения То есть здесь, в принципе, будет по данным ультразвуковой диагностики Определен алгоритм действия, ну, того, кого вот обследовали в данном случае То есть предварительная запись, там, за день, за два, там, не нужна? Ну, вот, к сожалению, сделали, в социальных сетях выставили телефон И вот, поскольку там будут задействованы пять аппаратов ультразвуковой диагностики На три аппарата ультразвуковой диагностики уже запись вот полностью То есть это востребована действительно очень такая медицинская помощь А дальше живая очередь, да, насколько я понимаю? Нет, вы должны все равно подойти и вот записаться Потому что, ну, не должно быть вот этого столпотворения Конечно, там будет все это удобно Действительно, если вы даже пришли просто в Броскамолу Узнали об этой акции только сегодня Ну, мало ли по какой-то ситуации Вы можете подняться и, в принципе, там, ну, как вы говорите Егор, и в порядке живой очереди тоже, может быть Ну, вот, все-таки будут делать предварительную запись Чтобы, ну, это было гармонично, удобно и комфортно для всех Я так понимаю, там будет исследование проводиться С помощью современных аппаратов Philips И вот такие исследования, они что позволяют выявить? Ультразвуковое исследование позволяет вот для важных Для эндокринолога параметры определить Потому что, конечно, в первую очередь мы пальпаторно это То есть, ну, да, пальцами трогаем, щупаем Вот, какую эластичность увеличена, не увеличена Есть ли какие-то образования Все-таки ультразвуковая диагностика, она в первую очередь Помогает определить и объемы, расположение Насколько кровоснабжение активно, неактивно щитовидной железы И самое главное, есть ли там образование Да, потому что вот когда вот эти вот образования Я вам сказала, есть повышенная, есть пониженная функция А есть еще середина, где есть образование Которое мы должны дифференцировать от онкологических заболеваний Потому что рак щитовидной железы тоже достаточно распространенный Сколько времени на такое обследование человеку придется выделить? 10-15 минут, да То есть, потому что если какие-то будут нюансы То есть, конечно, будет более, ну, немножечко углублено просмотрено это все Не стесняйтесь, обратите на это внимание Прекрасная возможность Тем более, если вы редко обращали вообще внимание на свою щитовидную железу Спасибо вам большое Напоминаю, что в гостях была Ольга Ушакова Доктор медицинских наук Профессор кафедры терапии и профилактической медицины Института повышения квалификации специалистов здравоохранения Главный эндокринолог Министерства здравоохранения Хабаровского края